И этот влог я хотел бы начать с подарка, который сейчас на мне. Может быть, помните, Катюня много раз говорила о том, что что-то готовит. Там полная версия, как она мне все это презентовала, будет у нее на канале. Уж не знаю, когда она его выпустит, этот видос. Ну, короче, смотрите. Вот такая авторская толстовка приколдесного цвета. Обратите внимание, тут вышивка. Я с камерой, горы, мой вольвешник. И тут еще прикольно, покажу, вот на рукаве ежик с гоупрошкой. Это было, конечно, очень мило. Я ожидал, что она мне подарит какую-нибудь машинку. Ну, потому что я люблю модельки. Вот тут у меня немножечко есть. Это Тёмик подарил. Ну, я вам неоднократно показывал. Ну, или автобус какой-нибудь подарит. Потому что я очень хотел и карус, и много об этом говорил в последнее время. Но в итоге получил толстовку. Нет, я не расстроился. Это было очень необычно. Тем более, такой ни у кого не будет. Я ее уже ношу неделю подряд. На улице холодно. Тут на внутренней части есть немножко флиса. Она очень комфортная. Сейчас, к сожалению, не смогу вам показать погоду, потому что уже темно. Ну, поверьте, холодно и мокро. Каждый раз, когда выходим на улицу, смотрим на все это безобразие. И хочется максимально быстро улететь на Пхукет. Параллельно я тут занимался поиском авиабилета. Мне очень понравился вот такой вариантик за 85-836. Это вылет 13 декабря из Шереметьево. Тут в пути 9-20. Приземляемся в Шанхае. Три часа тусуемся. И потом 5,5 часов до Пхукета. Клевый вариант. Я бы его с удовольствием приобрел прямо сейчас. Но, к сожалению, у Катюни еще не готов загранпаспорт. Так что ждем. А еще параллельно я вам покажу свои закрома. Начал готовить проводочки и всякие технические штуки для Пхукета. Так, что у меня там винда ругается. USB-устройство неопознанно. Ладно, потом разберемся. Что я буду брать? Во-первых, пояс. Для того, чтобы на грудь лешить GoPro. И у меня вот таких два твердых чемоданчика. Тут у меня... Сейчас я буду помогать себе ногой. Все покажу. Вторая GoPro, 12-ая. Трипод запасной. Эти мои ветрозащитки. Проводочки. Докт-фонарик. Что-то еще есть. Вот там огромное количество креплений. Немножечко еще такой аналогной ветрозащиты. Может быть, помните, да? В прошлый раз, когда мы на Пхукете взлетали. Вот, сверху надеваются. Она не очень удобная. Ну, на всякий случай возьму. Так, это у нас первый кейс. Он клевый, потому что... Ну, такой достаточно плотный, жесткий. И в рюкзаке с этим всем содержимым ничего не случится. Так, и второй. Что тут у нас дело? Что у нас тут? Кардридер. Огромное количество батареек для 12-ой GoPro. Две... Ну, четыре штуки. Корпус. Это у нас аудиомодуль. Зарядка для батареек. Огромное количество там проводов. И всякие крепежки. Так, вроде все покажу. Не буду пока застегивать. Вот, и возьму с собой вот этот огромный фонарик. Мне он очень нравится. Довольно-таки яркий. Если вдруг будет где-то в очень темном месте, он мне поможет. Сейчас в темноте включу. Ну, вот. Достаточно ярко и хорошо освещает. При этом я вам показываю не максимальную мощность. В общем, клевый. И купил я его, кто не помнит, за 2000 рублей. Тут можно менять цветовую температуру. Так что, я думаю, пригодится. Едем сейчас на Джилике. Вы знаете, что это китайская машина. И тут два дня назад прочитал новость аналитику, которую собрали с таксопарков. Типа, сколько живут тачки китайские. И там, конечно, неутешительные новости. Потому что они сказали, что в среднем 150 тысяч километров. Раньше всего умирают коробки. В основном вариаторы. Моторы, у которых там задиры появляются. И вот это все. И это, конечно, печально. Потому что у нас тоже китайцы. Я надеюсь, он дольше проживет. Потому что это обычный автомат. Ну, и плюс мама редко на ней ездит. То есть пробег будет очень медленно докатываться. Это да. Это да. Ну, если я ее буду постоянно брать, то... Мама, ты быстро накатаешь. Это, конечно, печально. Потому что таксопарки привыкли брать даже бюджетные форты, шкоды. Что там еще? Киа, Хюнды. И они ходили по 300-400 тысяч километров. А тут как бы... Пара-пара-па. Да, при этом... Ну, я уже тебе неоднократно говорил, когда мы так вот ездили с тобой, болтали. Насколько меня прям гнетет вот эта ситуация, когда я вижу какого-нибудь китайца за 2,5 миллиона. Просто погремушка. При этом вспоминаю, как я брал Octavio. Ставил комплектацию 1,4-150 силы в 2018 году за 1,4 миллион 460 тысяч. Мне там всякие допы еще сверху накидывали. Лишь бы ты взял машину. Как я бэху покупал за 1,8 миллиона, что ли. Не помню. Короче, чуть меньше 1,9 миллиона. И сейчас смотришь, это просто жесть. Просто полная жесть. Что-то откуда-то так громко музыка играет. А что уличные музыканты? А, это на пушке. Ну, там какие-то уличные артисты. Так вот. Хочется, конечно, вернуть это время. Помечтай. Особенно, когда мы с тобой в бэушке. Помнишь, вот у мамы в госях сидели, смотрели. Рапиды, блядь, 2,300 с 10 тысяч километров пробега. Полная жесть. Еще хотел добавить по поводу ставки ЦБ. Я видел огромное количество комментариев не у меня на канале, а вообще, в принципе, в сети. Люди, конечно, звереют и сходят с ума. Центральный банк прямым текстом говорит. Ребята, не берите кредиты. Это очень дорого. В итоге люди, наоборот, начинают ломиться, брать ипотеки, автокредиты, потребительские под сумасшедшие проценты. При этом своими действиями просто разгоняют инфляцию. Если вы хотите, чтобы у нас было как в Турции, продолжайте дальше так делать. Я, с своей стороны, тоже стараюсь треблядство немножко снизить. Ну, оно и понятно, нам еще скоро на Пхукет ехать. Я уже начал доллары покупать вовсю. Так что ждем. Надеюсь, скоро все улучшится. Катюнь, не беги вперед паровоза, так сказать. Детский праздник сегодня был, да? Что ты говорил, дети тебя там развеселили или что? Ну, как они заряжают, некоторые дети, так прикольные. В том плане, что я, когда выходила уже с праздника, я этот год по часок сегодня всего работала. И там девочка меня провожала. Она даже не знает, как меня зовут, но первый раз... Блин, так громко-то, господи. Мы первый раз с этой девочкой виделись. А куда нам идти туда? Да вот здесь тачка. Вот, и я уже собираюсь уходить. Говорю, все, давай, пока. И она, мне такая шашуфка нравится, она такая красивая. Блин, это так приятно. Я не знаю, может, сейчас поколение другое. Мне кажется, я когда была мелкой, ни за что бы не подошла к взрослой тете. И не сделала бы комплимент. Я стеснялась. Вот вам немножко инсайдов с Катиной работы. Только сделай чуть менее ярко, потому что гоупрошка нифига вообще не считывает. Ну, ты говоришь, есть еще противные, да, дети, которые не разрешают себя кладкой там? Ну, никогда не говорю противные, но есть, да, такие, которые смотрят как-то вот так вот, с подлобью, какие-то злые. Ну, с говнястым настроением. Ну, да, да, такое бывает. Короче, у нас тут сзади резина зимняя лежит. Ну, можно показать очень быстренько. Тут два баллона и в багажнике еще два. Выставил я сегодня на ВИТО. Катюх, это вообще какой-то отдельный мир. Я просто офигею. Как люди считывают объявления, мне не очень понятно. Там написано все. Бренд, какого года, радиус. Короче, все детали. Блять, один пишет. 17-й радиус. Я кидаю скриншот. Спасибо. И отвалился. Заинтересован, но дайте скидку. Я говорю, если найдете цену вот именно за эту резину, ну, схожей, как бы, конфигурацией, я готов двигаться. В итоге он мне, знаешь, что кидает? Скриншоты, совита, какой-то китайской резины. Я ему пишу, что это же не гисловед, Нордфрост 200. А какая-то хер. А еще тут шиномонтаж подарок. Я говорю, ну, идите, покупайте. Пиздец какой-то. Для кого я все описание пишу? Непонятно. Меня это так бесит. С Авито есть история. Я расскажу буквально за 5 секунд. У меня есть объявление, как фотографа на Авито. Я свои услуги предлагаю. И мне там иногда пишут люди, которые со мной общаются несколько дней. Они уточняют такие мелкие детали. Прям я им все рассказываю, прям все максимально подробно. И они потом просто начинают игнорировать. То есть я дня 3-4 потратила на человека, и все, и они забивают. До свидания, все. Зачем уточнять вот настолько мелкие подробности, если ты не собираешься заказывать съемку? Только время тратить. Да. А еще, я же вчера, когда мы катались, немножко про инфляцию рассказывал. Ты знаешь, какая инфляция? Да. Ну, может, простыми словами. Со школы помню в двух словах то, что деньги обесцениваются. Тут есть очень важный фактор. Это повышение стоимости товаров и услуг. Но, кроме стоимости рабочей силы, ты каждый день просто беднеешь. Вот мы с тобой дровосейки, да? Никогда не пользовались онлайн заказом во вкусную точку. Оказалось, очень удобно. Подъезжаешь, просто номерок говоришь, там и тебе все готовят. Ну да. А то меня бесят вот эти QR-коды, то, что прикладывать надо. Это вообще неудобно. Ты помнишь, как ты мне тогда задачу дала, когда надо 3 QR-кода было сканировать? Бляха, я матерился вообще. Ну все, не хочу никаких QR-кодов. Непростая неделька. Мало записывал видосов. Сегодня суббота. Рабочий день. Ну, слава богу, он хотя бы такой лайтовый. Неплохая погода. Солнышко светит. Но не нужно обольщаться. Температура всего 0 градусов. Пора, наверное, мне колеса переобуть. Сейчас у меня перерывчик. Я поем. Слышишь, Катюш? Перетаскаю резину и на Вольву поставлю. Ну, потому что сегодня вообще вечером минус 2 обещают. Ну и прокатить бы ее надо. А то там уже тормоза, бля, все заржавели, наверное. А он уж месяц стоит. Думаю, что самый умный. Приеду и тут будет свободно. Нифига, я третьей в очереди. Надо будет немного подождать. Потом перепаркую ближе к шиномонтажке тачку. И пойду домой заниматься своими делами. Ну и потом ребята мне перезвонят, когда уже все будет готово. Сейчас едем с Катюшкой в обменник. Надо поменять рубли на доллары. Всю тачку засрала. Наконец-то протерла. А она, знаете, что? Брызгает, брызгает и надеется, что все это сотрется. Когда грязь вот прям уже въедливая. Да ведет. Хрен у тебя получится, что водичкой сбрызгать. Ну вот тут есть такая тема, вот так вот типа дипоиньк. О. Ну то есть легкие загрязнения это окей. Но там вода. Вот да. Ничего, побегает. Катюшка впервые в жизни мне покупает на свои деньги кофе. Представляете? Впервые. Что? Я сегодня тебя покормила. Кофе, говорит. Ты первый раз в жизни, по-моему, мне покупаешь на свои. Вчера или позавчера я искусила всякие вкусняшки, торти взяла. За свои? Да, за свои. И сегодня тебе крошка картошка ползала за свои. Дожил. Поменяли доллары. Вот тут они такие синенькие, красивенькие. Их хотел поделиться инфой. Если вдруг взяли старые доллары. Вот у меня еще есть полторашка, помнишь? Которые серии 96-го года. Их сбили можно бесплатно на верхенькие поменять. Без комиссии. Круто. А я знаешь, зачем это говорю? Потому что в Тае некоторые обменники, вот эти купюры 96-го года, либо не берут, либо по сниженному курсу. А в некоторых местах, ну, им наплевать. Котеньки маслом меняли. 10 тысяч 68 рублей за все. С фильтрами и всякой фигней. Мед, нектар, песни. Все, почти съели. Вот сейчас спонтанно с Катюшкой заехали в масло, поменяли масло. Масло, масло, блин. Это в того, нет. Масло, масло. Да, фильтра. И у нас по цене получилось, ну, вообще демократично. 9600, сколько там, 40 рублей, да? Ну, нет. Вообще кайф. Да, я понимаю, что через месяц мы с тобой полтора улетаем. Вот. Но, опять же, десятку мы с тобой прокатали. И еще за полтора месяца, ну, не меньше двух тысяч, да? Мы катаем. Поэтому не хочется, чтобы двигатель деградировал на старом масле. Тем более сейчас заморозки будут. Вот. И надо, знаешь, что сделать, Катюша? Вот этот трип все я сбросил, чтобы отсечь. И когда с тобой вернемся уже в Москву, то не надо будет заниматься всеми этими делами. Тем более мы не на год. Вот если бы мы на год с тобой уезжали, тогда я бы точно не видел смысла в замене масла. Потому что, ну, от того, что оно просто будет залито, оно же тоже деградируется. А температура там минусовых, вот это все. Поэтому раз год все равно технические жидкости меняют. Вот и сейчас мы едем на праздник детский. Катька будет фотографировать, а я сидеть и смотреть. Часочек подождиешь. Как мне неохота была, вы бы знали. Это практически заставило. Не, давай со мной, я обижусь, разнылась. Вот это все. Как обычно, знаете, вот эти женские манипуляции, вот эти слезы. Я сюда уже приезжала сто раз. И только один раз ты согласился со мной посидеть часочек. Я как этот буду, знаешь, вот как дети, которые приходят к родителям на работу, сидят в углу. И я так же буду, да? Я так же не знаю. Ты что? Ты что? У меня никто не везет, потому что не дать что сеть. Ты что? А-а-а-а... Ты что? Ты что? Ты что? Ты что? Ты что? Смотрите, как он любит соленые огурцы. Смотрите, как он любит соленые огурцы. В итоге поехал с Катюхой на твой праздник. Потом мы к маме поели, погуляли. Время 11. И минус 2 градуса. Все, ребят, хладрыга. А выезжали в 4? Ага. Я немножко подустал. Мне хочется кроссовки снять. Восмысленно получилось. Я сказала, что мы выезжали в 4. Не в 4 градуса. Я имела бы в 4 часа дня мы выезжали. Да все поняли. Да? Скорее всего. Ну просто было реально 4 градуса. И 4 часа дня. Блин, сейчас, конечно, прохладненько. Ну ничего. Еще какой-то месяц и одна неделя. И мы с тобой полетим в Тай. Шикарно. Я считаю. Колеса мы всем переобули. Тачки готовы. Так что норм. И тебе маслице я поменял. Мы просто уже там перепробег сделали на 270, по-моему, километров, если не ошибаюсь. А я вам уже рассказывал то, что каждую десятку во всех машинах я меняю масло. Не дожидаюсь ТО. То, что типа раз в 20 тысяч. Да оно умирает, масло. Я вот сегодня у Челика спрашивал. Говорит, ни одно масло в двадцатку не выдерживает.